Добрый вечер! В эфире субботний выпуск. Так и хочется сказать. Декабрь. Это чего? Совсем на зиму не похоже. Но до Нового года меньше трех недель. Запускаем обратный отчет. И сегодня пока. С верой в профессию. От скорой помощи до вершин медицинской науки. Чтобы не было мучительно больно. Тысяча и один рецепт от президента. Поговорим о здоровье. Его песенка в Минске так и не спит. Энрике ждали, а он пропал и не обещал вернуться. Концерт которого не было. Мы провели собственное расследование. Кушать подано легко и всегда с улыбкой. Особенности трудоустройства в Брюсселе. Диагноз ведь не приговор, а высокая кухня приложится. Джигурда. Это звучит громко. Мы проверяли. Пришел к нам с Томиком Купалой. Пел, хрипел и даже не прочь подольше задержаться в Беларуси. Такого на других каналах вы не увидите. А ему все по барабану. Четырехлетний Беларусь порвал зал на популярном телешоу. Обзавидовался даже ударник самого Майкла Джексона. И еще в субботнем выпуске не подскажете, который час. Не спешите. Это может быть ох как непросто. Но для начала у меня для вас плохие новости об экологии. Одной из самых обсуждаемых персон недели стала 16-летняя шведская экоактивистка. Та самая, которая об этом говорит иногда, срываясь на крик, в том числе с трибуны ООН. Возможно, вы подзабыли ее имя, но журнал Тайм напомнит. Издание объявило Человеком Года Гретту Тунберг. Как вам такое? Издание с претензией, не профильная стенгазета. И фото Греты на обложке, там, где обычно президенты или другие влиятельные персоны. В этом году, например, среди претендентов были Си Тиньпин, Трамп и Цукерберг. Но вместо них девочка-подросток из того поколения, что родились с компьютерной мышкой в руках. И ее ровесникам куда проще задать вопрос Google, чем собственным родителям. В общем, Гретта Тунберг оказалась самой молодой персоной года за последние 100 лет. Одни говорят феномен, а другие откровенно смеются над таким выбором, мол, это уж слишком. Досталось редакции, и в соцсетях такой поворот вызвал целую волну мемов и шуток, а порой даже открытых оскорблений от влиятельных политиков. И это правда. Стоит только произнести имя Тунберг, и сразу начинают все спорить. Еще бы. 16-летняя шведская школьница – это точно не борьба за экологию. Это политика в чистом виде. Если так и дальше пойдет, Швеции придется снизить возрастной ценз на выборах. Но важно в этой истории лишь то, что этот выбор не навсегда. Звание «Человек года», присуждаемое Тайм, не является почестью. Это не знак одобрения и не признания популярности. Так утверждает редакция. Как бы там ни было, украденное детство и разрушенные мечты одной шведской девочки вышли в тираж. Вот говорят же, взрослые не по годам. О современных детях такое слышишь все чаще. Но это может сыграть злую шутку. Глядя вдаль, можно упустить очевидные вещи. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, представители так называемого поколения Z, все чаще затрудняются определить время по традиционным часам со стрелками. Так утверждают социологи. Не наши, а какие-то там зарубежные, авторитетные. Мы решили проверить, действительно ли миллениалы часов не наблюдают. Сколько времени у меня на часах? Так, 12 часов. 12.35. Все верно? Я изначально не могу по таким часам определять. И сейчас без двух... ой, на ваших часах. А, ну как бы без пяти часа. Ну, там плюс-минус. 12.55. Без пяти часа? Да. Ну, правильно. 35 минут 12-го, что ли? Сейчас 11.40. А секунды тоже говорить? Нет, я по этим часам не понимаю. Так, сейчас. Пять часов. Да, 52 минуты. Я пользуюсь наручными часами, но у меня там цифры. Да, для студентов это может стать серьезной проблемой. Но буквально в пятницу прошла лекция, на которую никто не опоздал. Слушали ведь президента. И даже звонок давать не пришлось. Александр Лукашенко пообщался с будущими медиками из четырех университетов, в том числе виртуально, а все-таки живем в IT-стране. Президент прошелся по всем болевым точкам. От подготовки завтрашних врачей и их распределения до оснащения больницы и оплаты труда. К слову, зарплата медиков должна вырасти на 20% в следующем году. Не сразу, но в ближайшие годы будет решена и проблема с жильем. Сейчас каждый четвертый молодой врач нуждается в квадратных метрах. Александр Лукашенко поручил проработать вопрос строительства домов по типу недавно возведенных в Боровлянах. Это, по мнению президента, позволит остановить отток кадров. Впрочем, глава государства убежден, острой боли эта болезнь не вызывает. Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров. Но вы то не видите, что под этим большая политика. Политика основана на том, что куда едут в основном. Мы изучили эту проблему, министр докладывал, куда? В Польшу и в Литву. И сейчас бурно муссируется этот вопрос. В оппозиционных, прежде всего, средствах массовой информации. А они там, в Польше и в Литве все сидят. Почему? Чтобы вас привлечь туда. Почему? Потому что Шенген, единое пространство из Литвы и Польши. Врачи рванули в Америку и в Германию, Францию, Великобританию, заработать деньги. И там сегодня беда. Съездите, чтобы вернуться. Вот такой посыл. Вообще, разговор со студентами был не только о глобальном. Неформально тоже пообщались. Александр Лукашенко ответил на все вопросы, пригласил во дворец независимости и даже подарил свою ручку. Словом, из аудитории довольны мы в академе все. Спасибо. Диагноз – вещь интересная, но лучше довериться профессионалам, иначе легко попасть в ловушку предубеждения предрассудков. В мире более миллиарда людей, то есть каждый седьмой имеет то или иное ограничение. И, пожалуй, главный барьер, который приходится преодолевать этим людям – адекватное восприятие в обществе. Точнее, его отсутствие. Руслан Подубский посетил весьма необычный ресторан в Брюсселе. Там работают те, кого многие считают не такими, как те. Ну что ж, ломаем стереотип. Неброская вывеска, простенькая входная дверь, лаконичный интерьер, в котором угадывается бывшая квартира – ни намека на роскошь. И, тем не менее, этот ресторан занимает первое место в рейтинге популярного тревел-ресурса TripAdvisor, опережая по отзывам более двух тысяч заведений искушенного высокой кухни Брюсселя. Вот в одном кадре два главных ингредиента этого внезапного успеха – изысканная еда и не совсем обычная команда. Ее основу составляют работники, страдающие аутизмом и синдромом Дауна. Я счастлив быть в этой команде. У нас здесь потрясающая рабочая атмосфера, и все наши посетители в восторге. Стивену 28 лет. Он официант и помощник на кухне. У таких, как Стивен, лишняя третья хромосома номер 21. Так описывают эту аномалию врачи. Солнечные дети из-за добродушных улыбок на открытых широких лицах. Так их видят родные и близкие. В душе они остаются детьми, даже когда взрослеют, и потому почти всегда сталкиваются с проблемой. Поиском работы им часто отказывают, даже не вникая в таланты и способности. В Бельгии на тысячу человек рождается один с синдромом Дауна. Это серьезная цифра, и мы с соучредителями решили сделать такой проект и своим примером показать, что этим людям нужно только дать шанс, и они его ни за что не упустят. У них можно учиться трудолюбию и ответственности. Хозяйка ресторана подчеркивает, это не благотворительность и не жалость. Это попытка сделать социальный проект коммерчески успешным, а значит, нужно хорошо продавать еду. За нее здесь отвечает Николя Тито. Шеф-повар объездил полмира и успел поработать в заведениях с мишленовскими звездами. В основе его кулинарных импровизаций – французская кухня. А 65 градусов – название ресторана – идеальная температура для приготовления яйца, которые обязательно присутствуют в составе его блюд. Главное, что я понял, в чем главный элемент успеха – это атмосфера не только на кухне, но и в зале, когда тепло и уютно, когда посетитель точно распробует все вкусы и оттенки, которые я вложил в мои блюда. Они работают официантами, моют посуду, убирают зал и сервируют столы. Их многому приходится учить часто с ноля, но никогда не нужно повторять дважды или просить о помощи. Это большая ответственность. Моя семья гордится мной, и мы не подведем друг друга. Я очень горжусь тем, что работаю в этом ресторане. В Бельгии много хороших заведений, качественное обслуживание, вкусная еда, но такой теплоты, как здесь, нет нигде. Мы работаем с людьми, которые счастливы работать. Они с удовольствием приходят на работу каждый день, и они настолько честны и искренни, что когда спрашивают кого-то, как прошел твой день, они действительно хотят это знать. Это не дежурная фраза, и наши клиенты это чувствуют. Конечно, если вы не знаете концепцию этого заведения, то вас сразу может смутить, что это необычные официанты. Но как только вы садитесь за стол, вы получаете столько внимания, что не хочется уходить. Им хватило меньше года, чтобы проект вышел в лидеры жесткого конкурентного ресторанного бизнеса. Может быть, они и сами еще до конца это не осознали, а потому продолжают удивляться растущему рейтингу и вдохновлять окружающих. В цифровом мире не все потеряно, когда есть спрос на искренность и доброту. Именно за этим сюда приходят люди. Руслан Поддубский, Дмитрий Лац, субботний выпуск, Брюссель, Бельгия. Были бы высокие гости, а высокая кухня – это уж само собой. Сейчас мы не будем изучать меню, чем кормили участников встречи Нормандской четверки, которая состоялась в Париже в ночь на вторник. Но, как утверждают участники, завышенные ожидания от саммита могли оставить послевкусие разочарования. Главный вопрос – что это было и сможет ли встреча стать неким поворотным пунктом в разрешении ситуации на Донбассе. Ясно одно – первый за три года саммит лидеров стран Нормандской четверки состоялся. Президенты России и Украины увидели Париж, поговорили, даже руки пожали, и никто ведь не умер. Восемь часов обсуждения острых тем. Тут и политика, и экономика показали – договориться можно. Но быстро это не будет. Сам факт такой встречи обнадеживает. Где она состоялась – Париж или Минск – не имеет принципиального значения. По итогам принято коммунике. В марте должны быть разведены силы в трех новых точках на Донбассе. И прозвучал традиционный призыв до конца года полностью прекратить огонь и обменяться пленными по формуле «всех на всех». Через четыре месяца в Берлине Нормандская четверка соберется вновь. Об этом тоже договорились. Есть ли надежда на успех этой встречи и ожидать ли прорыва в переговорах по Донбассу? Об этом спросим политического аналитика. Петр Петровский сейчас с нами на связи. Оправдал ли ожидания нормандский формат? Мы можем считать это разморозкой нормандского формата. Это новый толчок к решению конфликта на Донбассе. Это новая попытка вот этой четверки выполнить все минские соглашения, провести ревизию то, что выполнено, и поставить конкретные задачи, стратегии, которые могли бы решить этот вопрос. Встреча в Париже ведь не отменяет минские соглашения и не противоречит работе контактной группы в Минске? Напротив, мы помним про вот эту формулу Штайнмайера, которая является уточнением минских соглашений. Данные два формата не являются противоположными, они взаимодополняют друг друга. А минская переговорная площадка является вот этой повседневной площадкой по мониторингу и введению вот конкретных переговоров по выполнению конкретных пунктов соглашения. Петр Сергеевич, а на Ваш взгляд, какие еще нужны усилия, чтобы разрешить ситуацию на юго-востоке Украины? Это достаточно сложный вопрос. Почему? Потому что здесь, конечно, одной воли сторон на сегодняшний день не хватает. Очень большое количество акторов, заинтересованных в срыве соглашений, мы это видели по тем политическим акциям, которые имелись в Украине. Да, и на Донбассе также ситуация неоднозначная, имеются различные мнения. Спасибо, это был политолог Петр Петровский. Взгляд со стороны навстречу в Париже. Вы узнаете его голос из тысячи. Непридуманная история Никиты Джигурды, а вот и Глесец в Минск так и не приехал. Почему? И самая настоящая супергеройская история из бульбы. Все это сразу после анонса контуров. А завтра в 8 вечера самое главное событие недели. Мои коллеги разложат по полочкам. В мировом рейтинге человеческого развития мы снова шагнули на несколько ступеней выше. А из чего складываются силы социального государства? О глобальном и близком каждому человеку разберем встречу в медуниверситете. Почему это событие интересно не только медикам? Нормандский формат. А почему американская пресса увидела в Париже не четверку, а двойку? Встреча двух Владимиров. Стал ли мир на Донбассе ближе? Большой репортаж, а также размышления о событиях, с которых началось время споров и переделов. Очередная годовщина Беловежских соглашений. Так что же это было? Шанс или катастрофа? Белорусские грузоперевозчики бьют тревогу. Кто считает ситуацию с польскими дозволами настоящим произволом? И что еще можно сделать, чтобы и бизнес, и транзитный потенциал не страдали? Расследование программы. Контуры в воскресенье в 20.00 на ОНД. Обязательно дождитесь контуров, но пока на календаре суббота не теряйтесь в эфире. В лесу особенно летом это легко, но зимой бывает случается мороз, ведь счет не на дни, а на часы и минуты. И один день наедине с природой может стоить дорого. Елизавета Кочуренко навестила тех, для кого спасать жизнь не хобби, а профессия зимой и летом. Эта пенсионерка отвлеклась всего на минуту, и вот знакомая тропинка превратилась в непроходимую чащу. Без телефона еды и воды блуждало по лесу больше суток. Тревогу подняли соседи, они же вместе со спасателями прочесывали метр за метром. Я жала, потому что холодно сильно, так я присяду, а потом поднималась. Так какой-то след, так я уже и сама кричала. И сирену уже я слышала. Еще одна история, как под копирку. 83-летний мужчина ушел в соседнюю деревню и пропал. Три дня надеялись найти пенсионера живым. Помогли камеры видеонаблюдения на опушке. Стало понятно, в лес потерявшийся даже не заходил. Оказалось, он пошел другой дорогой, через поле и болото. Там его и нашли бойцы МЧС. От усталости у старика отказали ноги. Из суткова 1, суткова 2 прибыли. Поезд человека. Одинокие охотники, пенсионеры, дети. Один на один с зимним лесом оказываются даже самые ленивые домоседы. Нередко буквально в нескольких десятках метров от заветного выхода. Был случай буквально недавно. Два человека потерялись. Как говорится, в трех соснах. Но на звуке они не вышли. Чем крепче мороз, тем больше работы у спасателей. Ведь шанс найти заблудших живыми гораздо ниже. Счет идет не на дни, а на часы или минуты. Зависит все от площади территории, на которой мы ищем. То есть, если она небольшая, человек, в принципе, за час можно найти. Если она большая, привлекаются еще дополнительно какие-то силы. Пять километров в сторону и услышать, откуда доносится сирена, практически невозможно. Выход один – идти по своим следам. И чем быстрее, тем лучше. А если их замело снегом – беречь силы и не наматывать бесполезные круги среди деревьев. Помогите! Собрать команду этим ребятам нужно за несколько минут. Цена задержки – чья-то жизнь. Поиск спасателей продолжают с воздуха. Все, что скрыто от человеческих глаз, в густой чаще и днем, и ночью поможет рассмотреть тепловизор. Как только появляется хоть малейшая зацепка, вертолет зависает в воздухе и к спасательной операции подключают четвероногих. Лабрадору Кире всего год. Но сколько жизни она спасла, не сосчитать. Летающая собака, так ласково называют ее команда, прямо с вертолета бесстрашно спускается на канатах в непроходимые дебри. Размяв лапы, она покорно дает надеть на себя специальное снаряжение – шлью, которое чем-то напоминает конскую упряжь и ждет команды. Работать зимой собаке чрезвычайно сложно. Запах человека на сниму практически не слышен. Но даже в таких условиях время поиска – считанные минуты. Эти собаки, они значительно сокращают время поиска, время нахождения пострадавших. Поэтому мы стараемся непрерывно заниматься, какой бы холодной погоды ни было. Как вы все чувствуете? Шея болит? Фиксируйте шею. За спинами спасателей разобранные многокилограммовые носилки. С такой ножей спускаются с вертолета, на месте их собирают и укладывают пострадавшего. Ведь после долгих вздужданий по лесу человека находят измотанным и замерзшим. Нередко с травмами, которые требуют неотложной помощи. Человек, когда ищет уже уставший выход из леса, может напороться на пенек, либо попасть в яму и повредить ему. Соответственно, он перезираться не может и может получить переохлаждение. Еще одна нелегкая задача для спасателей – экстренно доставить пострадавшего в больницу. Человека ремнями крепят к носилкам и на веревках поднимают на борт. Лес разбитый на участки, везде каждый участок имеет свой номер. И там есть столбики. Даже если определившись по этому столбику, можно сообщить номер этого столбика. У тебя, уже открывши карту этого леса, можно будет определить твое место, где ты находишься. За героическими поступками и голливудскими спасениями стоят ежедневные тренировки и полное погружение. Там за облаками яркое солнце, у земли темные дождевые облака. Управлять вертолетом, когда видимость нулевая, выше пилотаж. Но вдруг кому-то понадобится помощь, а вокруг, например, густой туман или дым. Задачу усложняют другими опасными упражнениями. Например, полностью закрыть лобовое стекло и лететь вслепую. В такой ситуации от цифр на приборах зависит жизнь всего экипажа. Работа в прямом смысле на высоте. Когда не видишь земли, не видишь привязки ни к чему, будет казаться, что вертолет летит с креном, хотя приборы показывают прямо. Поэтому в этот момент очень важно доверяться приборам. Ушел и не вернулся. Почти каждый день на пульт спасателей поступают до пяти тревожных сообщений. Только в этом году заявление о пропаже больше семи тысяч. Это если бы заблудился весь мядель. В Беларуси, где почти половина территории и сплошной лес, найти человека не так-то просто. А жизнь не сценарий фильма. Ее не перепишешь. Елизавета Кайчуренко, Николай Певец, Александр Зонов. Субботний выпуск. Ищут пока, но не могут найти и организаторы концерта Энрики Иглесиаса в Минске. Звезду мирового уровня белорусы ждали в декабре. Еще с весны. Но певец так и не приехал. А все, кто копил на билет, надо сказать, приличную сумму, уже дней десять не могут вернуть свои деньги. Поговаривают, что со всеми этими миллионами то ли сам организатор концерта, то ли самозванцы сбежали. Настоящая испанская драма. Андрей Александров разобрался в сюжете. Привет, Минск! Я Энрики Иглесиас. Наконец-то мы встретимся 3 декабря в Минск-арене. Не пропустите мое уникальное шоу. Это видео Иглесиас записал специально для белорусских фанатов. Певец был готов устроить в Минске нечто грандиозное. Две сцены, тонны звукового оборудования, море света и спецэффектов. Его ждали, скучали, но шоу испанского покорителя женских сердец не случилось. Каково же было мое удивление, когда в середине ноября выясняется, что концерт отменяется, а продюсерская компания, по сути дела, растворилась. Поскольку я попытался найти в Фейсбуке, ее страничка была уже удалена, а на электронные письма не отвечала. Я позвонил Болгарию компании АртБГ, организатору. Они мне ответили и сразу же сбросили. И после того они брали трубку и не отвечали. Ни встречи, ни очередей на танцпол фанаты разочарованы. Но не певцом отнюдь. Концерт должен был состояться 3 декабря здесь, в Менской арене. Но по факту ни тебе артиста мировой величины, ни денег за билеты, ни организаторов. Сейчас попытаемся им дозвониться и выяснить, что вообще происходит. Ну вот, по болгарскому номеру нам никто не ответил, и это вполне ожидаемо. На первый взгляд все прозаично. Болгарская компания не довезла белорусам испанца и растворилась деньгами. А билеты недешево стоили. В прессе даже замелькали заголовки о мошенниках, но все не так просто. Александр одним из первых сотрудничал с болгарской компанией АртБГ, свою версию рассказал, но лицо показывать не стал. На меня вышел общезнакомый и попросил, что вот приезжает Энрик Иглеси из Беларуси, хочет организовать концерт. Представитель его от компании АртБГ, который первый раз на рынке, попросил сориентировать их по законодательству, по рекламной деятельности, для того, чтобы концерт состоялся, ну и прошел более-менее удачно. Компания АртБГ действительно существует. Есть офис в Софии. Судя по сайту, за плечами у них 10-летний опыт, вся Европа и привозы Рикки Мартина, Лары Фабиан, Скорпионс и Ежесниме. В Беларусь пожаловали впервые, с документами все в порядке, но сотрудничество не заладилось, говорит Александр. Подолгу не выходили на связь, разбежались. Спустя несколько месяцев пошли слухи, что концерт под угрозой. Опасения подтвердились после того, как менеджеры Иглесиаса разослали всем причастным следующее письмо. Мы вынуждены отменить предстоящее шоу в Загребе, Риге и Минске. АртБГ, промоутер тура и организатор концертов не выполнил договорные обязательства перед партнерами и концертными площадками. Болгарский управляющий моментально ответил, что у него финансовые проблемы и пропал. Банкротство, обман, версий много. Ясно одно, у билетных операторов большие неприятности. Причем не только у белорусских. Сорвался целый тур. Хорватия. Там продали около 10 тысяч билетов. В Латвии 6. В Беларуси где-то 3800. В среднем по 100 долларов за билеты и эти деньги нужно как-то вернуть. Деньги де Юра является организатором. Организатор просто не выходит на связь. Как возвращать хотя бы те деньги, которые остались? Мы не вправе им не распоряжаться. Кому возвращать, кому не возвращать. Частично возвращать, не частично возвращать. И так далее, на основании чего возвращать, да? А если он завтра объявится? Перед оплатой артисту, площадка, райдеры ни один организатор не сможет провести масштабное событие без денег за билеты, говорят операторы. Поэтому и перечисляют. И уже потом разбираются, кто кому должен. Квиткибай, продавший основную часть билетов, считает, что сами стали заложниками ситуации. А Минск-Арена возвращает, потому что выручка от продажи шла в зачет аренды. Есть из чего. Директор оператора предполагает, что арт-биджи могли просто просчитаться в бизнесе. Получая деньги за проданные билеты на уже тур Лики Иглесиас, возможно, закрывал минуса по другим проектам. Возможно, он рассчитывал на то, что артист Лики Иглесиас согласится продолжить тур без получения полной оплаты. По моим сведениям, их с артистом связывали какие-то семейные, дружеские отношения. 300 тысяч долларов за выступление Инрики, плюс 200 на организацию, чтобы выйти в ноль. По подсчетам Александра, в Минске нужно было собрать около 7 тысяч человек. Сомнения были, но назад не отмотаешь. Игроки, которые на рынке уже лет 30 солидарны. Скорее всего, у арт-биджи плохо с математикой, хотя может быть всякое. Своим появлением в Беларуси компания не внушала доверия. Сейчас билеты продавалось через платформу, которая не представлена в Беларуси. То есть она, в принципе, являлась заграничной. И уже тогда возникли подозрения, что это что-то. Все люди, которые пришли на платформу, не этот. То есть это люди, которые первоначально находились в зоне риска. Когда появляется новый игрок, уверены партнеры, необходимо страховать и себя, и потребителя. Каким образом? Это уж точно забота не тех, кто покупает билеты в кассы. Люди ни в чем не виноваты. Это договоренности оператора и фирмы-прокатчики-артистов. Они же договаривались, поэтому все риски, ну, пускай они и несут. Фирма пришла первый раз, ее никто не знает. То, что там у них есть какие-то заслуги, знают только они. И мы, когда начали выяснять. Нужно было вести себя осторожно. Ничего личного, просто бизнес, но это последнее, что волнует меломанов. В обществе, где защищают их права, оборвали телефон. И там не так радужно воспринимают ситуацию. Всем пострадавшим необходимо обращаться в правоохранительные органы, так как считаем, что в действиях организатора будет усматривать состав уголовно наказуемого деяния, такого как мошенничество, так как, скорее всего, он не собирался проводить данный концерт на территории Республики Беларусь. Так ли это сейчас разбираются сотрудники милиции? Да, действительно, в милицию обращаются граждане, которые хотят вернуть свои деньги за оплаченные билеты на концерт популярного певца, который по определенным причинам не состоялся. На сегодняшний день в милиции около ста заявлений от потерпевших граждан. Вернут ли деньги белорусам, хорватам и латышам, станет известно после того, как найдут пропавшего болгарина. То ли с миллионом долларов, то ли с двумя, или вообще без центов в кармане. Есть еще один вопрос. Удастся ли вернуть Энрике Иглесиаса с концертом? Скорее всего, удастся, но уже с другим организатором. По информации, которую сейчас обсуждают промоутеры, менеджеры певца уже ведут переговоры с белорусскими организаторами. А именно, когда состоится шоу, и можно ли будет на него попасть за уже купленные билеты? Люди пришли, и они заплатили кучу денег, чтобы увидеть себя, чтобы обо всем забыть. А для меня это огромная ответственность. Андрей Александров, Николай Певец, Владимир Слиш, субботний выпуск. Имя следующего героя так и хочется произнести басом. Никита Джигурда привез в Минск бодрое настроение. Этот Новый год на телеканале ОНТ будет особенным, уверен артист. А еще много говорили о превратностях судьбы, темной истории с наследством, шоу-бизнесе и, конечно, семье и детях. Вы же хотите узнать, зачем Джигурда пришел к нам с Томиком Купалы? Никита Борисович, Добро пожаловать в Минск. Спасибо. Никита Борисович, привезли в Минск новогоднее настроение, насколько я знаю. Еду спокойным, вижу людей, камеры, включаюсь, белая-белая Русь, от тебя я тащусь. Все улыбаются, все радуются. В Новый год и на огонек, на ОНТ съезжаются мировые звезды, и Элтон Джон, и Мадонна, и Джигурда, на которого, кстати, не заведено ни одного уголовного делаю. У меня фишка такая, я даже с собой вожу справку, которая показывает об отсутствии, судим. Или факту головного фейка. Три года фейков на всех телеканалах России решили духовные извращенцы таким образом фейками меня приструнить. Поэтому я свободный художник, который принадлежит себе, любви, высшим мирам, Белой Руси. Батька, Батька Лугашенко, любимый мной, я знаю все, но я прошу вид на жительство. Вы поэтому принесли с собой Томик Купала? Нет, Томик Купала это открыл для себя этого, поэта, на мой взгляд, мирового уровня, как в России Сергей Есенин. Но я сейчас готовлю несколько песен на белорусском языке в необычной манере. То есть, когда будет девчинка моя, то есть, тот креатив, которого здесь нет. Вы совсем недавно поделились радостной новостью в феврале. Да. С Мариной Анисиной вас ждет свадьба. И не думаю делать на этот раз и свадьбы шоу. Развод наш был связан как раз с фейками в мой адрес. На сегодняшний день все, естественно, обвинения сняты. Еще один документ открылся. Это же мы пару месяцев назад в Париже выиграли суд по завещанию. Те же самые обвинения были, и наша оппонентка оштрафована на тысячи евро. Да, да, да. Вот результативная часть. Я не буду ее засчитывать, но скажу, что поскольку по центральным каналам говорили, что вот-вот Жигурду посадят за изнасилование, за грабеж, за мошенничество, за подделку, естественно, чтобы не бросать тень на любимую женщину, пошли угрозы, и Марина вынуждена была с детьми уехать во Францию. А чем закончилась эта история? Закончилась история тем, что я десятки раз сдавал и во Франции, и в России остановили на ток-шоу, на пресс-конференциях, и в ней сдавал анализы и чист, и свят, что называется. Это жестокая игра, через которую я прошел, пережив микроинсульт, посидев, но не озлобившись внутри. когда ты хулиган, когда ты злодей, когда ты убийца, с экрана, вновь вместе с тем не в тюрьме, сейчас, как Есенин пел в подворотне, каждая собака знает мою пьяную походку. Так что, как говорила Мадонна, отрицательный пиар дороже стоит, главное его пережить. Вот сколько стоит, допустим, ваше участие в ток-шоу на первом канале, или НТВ? Заходишь в состояние таком, в котором тебя приемлют редактора, и, естественно, это яркая форма и креативная, и вообще от тысячи до десяти тысяч долларов. Вот это амплуа. Да. Нет ли ощущения, что оно затягивает? Хайп яркий, гейская культура, в цацках. Почему все эти цацки? Это же не просто так. Ну вы постоянно в них, вот эти черепашки. Ну для того, чтобы привлечь внимание молодняка, для того, чтобы быть конкурентом, придумал вот эту маску после того, как на центральных каналах в то же время пародии пошли на Джигуру, там, зарусь там пародии, ай, эй, и моим племешам и детям так понравилось, что я говорю, послушайте, надо взять это на вооружение. Вы как-то же мне сказали, что мы настоящие, мы будем маяками в шоу-бизнесе. Да, именно так. Это про заметность? Ну мы же знаем, да, что в шоу-бизнесе сколько договорных браков, сколько прикрытия, сколько геев, ребят, прикрываются девчонками, красивыми. Ну расскажите нам. Но если серьезно говорить, я и от них, конечно, получил много ударов, вот за, как они говорят, гомофобию, хотя я не гомофоб, и во многом благодаря Маринке Анисиной, я говорю, ребят, не надо называть это нормой. Вот я нормальный. Есть женщины, есть мужчины, есть гии, но я без гримасы скажу, хуже злодеев, духовный. Вот это не зависит от ориентации. Вы знаете, давайте сейчас без масок говорят устами младенца. Да. Так что о вас говорят ваши дети? Дети меня обожают. Дети мечтают быть, при том, что они играют серьезно в теннис, они мечтают быть артистами, как папа. Это ведь сложно. Я думаю, что они видят папу другого дома. Нет, ну я вот как с вами, я разный. Я серьезный дядька на самом деле. Естественно, дома не ору, особенно во Франции, где толерантность, хотя я люблю, балуюсь, заходя вечером в кафе с Мариной или в ресторан, они бонсуа, я им бонсуа, их током французы учу эмоционально быть включаемой, то есть я так приготовились боги мои, так песня, раз, два, начали, и они там по-своему начинают там рэп танцевать, они меня учат современным движением, современным ритмом. Вы мужчина-монолог, ваша жена так называет. Да, да. Но все-таки есть человек, чьего мнение вы прислушиваетесь? Я прислушиваюсь ко многим мнениям, но поскольку у меня есть четкая позиция, я, что называется, как солнце. Я всех люблю, но кого-то могу обжечь. Спасибо большое. Спасибо. Заметным можно стать, не произнося ни слова. Взмахнул палочками, барабан тут же звонко отозвался. Илья Борила из Гродна делает это так, что ни палочкам, ни барабану пощады не дает, а ему на минуточку всего четыре года. Удивился даже ударник Майкла Джексона. После такого фурор на шоу Максима Галкина точно обеспечен. Мы снова едем в гости к тому, кто лучше всех. Этот эпизод в семье пересмотрели уже десятки раз. Илье всего четыре барабанами увлекся около полугода назад. И такой оглушительный успех. Мальчишка уверенно отбивает ритм и справляется с установкой не хуже взрослого. Причем один в один копирует движение своего кумира Джонатана Моффета, барабанщика самого Майкла Джексона. Из Москвы в родную Березовку Илья вернулся настоящей звездой. Правда, пока стесняется. Его больше впечатлило то, что он на поезде поедет, на котором будет спать. А мы уже там с интересом, конечно, ходили, смотрели уже внутри в павильонах. Очень круто. Там как целый город. Но зато теперь главная игра в доме в Максима. Любимые эпизоды, разговор с ведущим и вручение подарков. Без медали здесь никуда. Молодец! Давай, рюкзачок со сладостями и подарок, хранящий тепло. Илья борелся лучше всех! Вот я все съел. Сладостей больше не осталось у тебя? Не осталось. Ну, тебе с Максимом понравилось общаться? Да! Илья так понравился редакторам программы, что на память получил шикарный блестящий костюмчик. Уже решено, в нем встретит Новый год. Очень поразила на самом деле Илюшу эта курточка. Он, когда ее увидел, сказал, мама, она как у Майкла Джексона. До этого лета Илья был обычным ребенком. Ходил в сад, играл во дворе и смотрел клипы по телевизору. Родители включали музыку фоном. Однажды там показали барабаны. Играла музыка Майкла Джексона. Потом закончился этот ролик и включился ролик, на котором играл Джонатан Моффетт. И все, после этого как-то стали замечать, что Илюша стал просить включить его дядю барабаны. Ребенка словно подменили. В ход пошли вилки, ложки, позже барабанные палочки. Родители в шутку выложили ролик в интернет. Талант оценил сам Моффетт и даже позвонил из Лос-Анджелеса. Феноменальный юный талант. Я так тобой горжусь. Ты звезда. Люблю тебя. Твой второй папочка Джонатан Моффетт. Долго не могли поверить вообще, что вообще возможно переписываемся и потихоньку на горизонте вырисовывается следующий наш второй разговор. Что скажете? Наверное, в первую очередь поблагодарим его, потому что в первую очередь благодаря только ему на Илюшину маленькую вину голову свалился такой звездный час и внимание. Ребенку завели Инстаграм. Теперь весь мир удивляется. Читать не умеет, нот не знает, а на слух ритмы повторяет безошибочно. Родные говорят, пошел в дедушку музыканта. Он руководит заслуженным вешкляры, поэтому каждый день внук пропадает в студии. Здесь барабаны настоящие, а бабушка с дедушкой главные фанаты. А после репетиций при свете здесь же для родных концерт. Все как у кумира в свете импровизированных софитов. Только Майклом Джексоном Илья не ограничивается. Теперь в почете Сия. Отработает ее репертуар, возьмется за новых исполнителей. Мечтает дотянуться ногами до нижнего, самого главного барабана, но роста пока не хватает. Выкруйте глаза! Слушай, все, мы начинаем с педали уже барабанить. Скоро. Откуда только силы у четырехлетнего ребенка удивляются в семье. Но, конечно, часы такой энергичной игры не проходят без последствий. Бабушка спешит на помощь. Трудовые мозоли нужно срочно заклеить пластырем. Здесь очень тяжелый барабан. Сижу. Из-за болезни и дуги. Из-за болезни и дуги. и дуги. Палочки по всему дому, повсюду и в студии. Их вырезают сами, покупают в магазине. Здесь это расходный материал. В здравии он начинает барабанить, входит в раш, палочки ломаются. Ну, все как у настоящего барабанщика. Бывает, со второго раза ломается, со мной бывает недельку подержится палочка. Потихоньку Илья пробует и мелодии сочинять. В свои четыре уже определился с профессией. Ведь цену таланту знает отлично. Я лучше всех. Насколько тоже можно? Надежда Завиновская, Александр Бажуков, субботний выпуск. Одно фото или видео скажет больше тысячи слов. Научно доказано, поэтому соцсети так популярны. Современная камера, чтобы контент был качественным, пожалуй, главный критерий при выборе нового смартфона сегодня. По дизайну очень красиво, молодежно, стильное. Очень понравилось то, что здесь пять камер. И это на самом деле очень круто. И делать селфи с него, селфи получается очень классное. Я бы хотела взять его и попросить у мамы или у папы. Недостатка в камерах точно не будет. В объектив Huawei Nova 5T легко попадет и сохранится все самое интересное. У него сразу пять фотомодулей и шесть гигабайт оперативной памяти. Разработчики обещают, селфи в новогоднюю ночь будут действительно яркими за счет расширенного динамического диапазона. Сам смартфон выделяется необычным цветом, летний фиолетовый. Huawei Nova 5T не только стиль, но и технологичный. Под крышкой начинка с искусственным интеллектом. Мы применили все наши лучшие технологические решения для разработки нового смартфона. При этом он остается более доступным, чем флагманские модели. В Huawei Nova 5T есть все то, что точно понравится молодежи. Это качественная камера и стильный яркий дизайн. И совсем скоро, до конца года, мы откроем наш новый фирменный магазин в Минске. Сегодня модную новинку представили фирменном магазине Huawei. За год этот бренд-шоп посетили более 10 тысяч минчан. Ко дню рождения вторая новинка, чтобы слушать и слышать наушники FreeBuds 3. Надеваешь, наслаждаешься музыкой без интершума, причем работают они без помех на расстоянии 150 метров от смартфона. От него же наушники можно и зарядить. Еще одна приятная мелочь для меломанов. В общем, модно, молодежно, и наверняка кто-то уже ждет эти новинки под елкой. А на льду столичного Олимпик-парка команда президента Беларуси сегодня уверенно переиграла сборную Гродненской области. Продолжается турнир среди любителей на призы президентского спортивного клуба. Лишь первый период получился упорным, а дальше фаворит матча подтвердил свой статус. Итоговый счет 11-2. Александр Лукашенко сделал 4 голевые передачи. Для команды президента это уже третья победа в нынешнем турнире. Атмосфера была не только спортивной, но и праздничной. Болельщикам на память традиционные плюшевые игрушки и сувениры. А в начале января нас ждет еще более захватывающее зрелище. 12 команд соберутся на рождественский турнир. Внимание! Найдено самое белорусское одновременно милое увлечение. Менчанин воссоздает образы мировых знаменитостей в картошке. Он даже завел инстаграм известному белорусскому овощу. Здесь вам клубни на любой вкус и цвет. Элвис, Эльвадор Дали и даже статуя свободы. Некогда объяснять, это надо видеть. В процессе создания картофельных шедевров поучаствовала Анна Волковец и получились точно не драники. Стойте, стойте. Чуетте? Гэта месса силы. Менавита тут можно знайси саправдою аутентичну белорусскую бульбачку. Какой картошке суждено стать пюре, а какой скульптурой Валентин никогда не решает наугад. Вопрос, говорит, нужно прочувствовать. Тут треба отшивать сердце. Выключаем мозг. Я так еще никогда картошку не выбирала. Я думаю, что сегодня мы сделаем скульптурный портрет с бульбы человека, которого ведает кожный белорус, который, можно сказать, стал символом нашей краины. Звучит очень ответственно, поэтому не берем первую попавшуюся, а продолжаем поиск. Не изважайте, что она холодная, она теплая в души. Нам нужно больше вытягнутой формы, больше человекоподобной. Свою первую картошку он опубликовал в социальных сетях в мае. Ее превратил в волшебника Гендельфа. Как пришла такая идея, тоже помнит в подробностях. Однажды за ужином... Постепенно на планете появлялись картофельные Джокер и Принцесса Лея Миньон, Элвис Пресли, Джек Воробей. Всех уже не перечислить. И людям понравилось, количество подписчиков стало расти, а Валентин все чаще стал получать приглашение на интервью. Уладар. А, Уладар. Я думаю, подъездит для того персонажа, которого мы сегодня собираемся заработать. Когда правильная картошка выбрана и утверждена на главную роль, наступает время превращения. Возди какая харизматичная бульбина. А это и в большейшем нема. У Валентина нет художественного опыта, и по образованию он преподаватель белорусского языка и литературы. Для своих творений использует буквально все, что попадается под руку. Короны из зубочисток, костюмы из пластилина, но душу вкладывает в каждую деталь. Люди за что-то покутаются, потому что боятся заниматься тем, что им подобается. Ну, как же, я заспеваю, вот там вот с обрымой спеваюсь. А на самом деле такие внутренние барьеры, пирожкоды, которые мы сами себе ставим, нам и заминают. Отсюда берется депрессия, отсюда берется вот эта понылость восенская, зимовая. Я за позитив. А еще скоро они уходят в историю. Все-таки натуральный картофель не самый долговечный материал. Но на смену уже за лайканным приходят новые герои. Вот так на наших глазах появляется первый представитель коллекции с белорусской историей. Узнаете? А еще говорит, что хочет таким образом помочь стать одному из национальных брендов еще популярнее. На Бульба Арт уже подписываются из разных стран мира. И по большому счету ведь еще никто не знает, куда приводят картофельные мечты. Бульба. Анна Волковец, Дмитрий Буй, Субботний Випск. Когда же наступит зима, расскажет Метеоги сразу после рекламы. Мы увидимся через неделю. Не забывайте про обратный отчет. 31-й не самый лучший день для выбора подарков. Помните это. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин